До распада Советского Союза микроэлектроника, сделанная на территории Беларуси, была сопоставима по функционалу и надежности с товарами компаний, которые сейчас доминируют на мировом рынке. Да, когда-то мы с ними запросто конкурировали и от них не отставали. Однако сегодня Беларусь, тем не менее, не утратила передовых позиций в мире по ряду направлений высокотехнологичного производства. Но здесь надо было добавить, что по ряду направлений мы серьезно отстали. Это факт. Наши предприятия-разработчики предлагают комплексные решения с высокой насыщенностью микроэлектронными компонентами в сфере космической оптики, рентгенографии, неразрушающего контроля зондирования атмосферы Земли. Список здесь можно продолжать. Мы отчасти об этом говорили. Традиционно сильна белорусская фундаментальная школа оптической, лазерной, физики. Отечественный потенциал наглядно иллюстрирует прежде всего достижения военно-промышленного комплекса. Белорусские радиолокационные системы различного назначения способны дать точное целеуказание по любым, даже самым, распиаренным средствам нападения. Причем в любую погоду и на любых высотах. Мы в числе мировых лидеров по средствам радиоэлектронной борьбы. Многое сделано в сфере производства белорусской умной беспилотной техники. Наши разработки способны удивить и, главное, отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Белоруссии и России, союзного государства в целом. Однако даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов. Особенно тех, которые мы никогда не будем производить в Беларуси в силу того, что нам просто штучно они нужны, единичные. И создавать огромные заводы за миллиарды долларов, чтобы себя оснастить, это просто нерентабельно. Мы никогда такой завод не окупим на этих штучных элементах. Поэтому все равно глобальная экономика, глобальное направление, там друг от друга все зависят, в том числе и мы. В нынешних условиях, где это возможно, от подобной зависимости, где это нужно, от зависимости западной надо уходить. Продолжение следует...